МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо серьезной тренировки легкое повторение. Для матча сегодняшняя выставка далеко не первая. За 5 лет жизни их было больше 30. Юный чемпион и чемпион России, чемпион национального клуба Ротвеллеров и обладатель пожизненного кера. Все эти титулы уже в копилке чепрачно-черного матча. Но волнение все равно присутствует у хозяев. В юниорах выступают сразу несколько его детей. Прекрасной Сахаре всего 15 месяцев. Карьеру чемпиона она только начинает. И достаточно успешно. В своем классе сегодня она лучшая. Самсон от сестры не отстает. Отличная оценка – хороший результат для вторых по счету соревнований. Первую выставку мы достаточно болезненно перенесли. Надо чаще выставлять, конечно. И тогда она будет более социализована и будет более спокойно относиться к таким мероприятиям. Потому что собак много, людей много. И для него это все равно стресс, он же живой. Готовят чемпионов, начиная с первых месяцев жизни. Животное должно уметь общаться не только с хозяином, но и с четвероногими братьями. Такой процесс превращения пушистого комочка во взрослого и, что самое главное, не опасного питомца требует немало сил. Если любишь породу и стараешься сделать так, чтобы тебе было удобно с этой собакой, то не очень. Тяжело физически, но моральная сторона вопроса – она покрывает все эти издержки. Из Пятигорска, Ейска, Краснодара, Таганрога, Азова и, конечно, Ростова. От маленьких йорков до огромных мастифов. Более 65 пород со всех городов Юга России. И качество собак высокое, и подготовлены они достаточно хорошо. Пока идет, нас радует и выставка, и качество собак, и их количество. И сами участники ведут себя спокойно, адекватно, что бывает не всегда, в общем. Для обладателей длинных локонов нужна особая модная укладка. Гладкошерстным породам достаточно просто иметь чистую и блестящую шерсть. Если это летний период, они любят купаться, плавают изумительно. Ну, в чистых, конечно, водоемах стараемся купаться. А так раз в месяц специальным шампунем. И прекрасно они выглядят. В Донском клубе собаководства долгие годы взращивают будущих чемпионов. Люди, которые работают здесь, каждому питомцу находят свой, индивидуальный подход. Наверное, поэтому так часто и большие победы среди маленьких членов клуба. Они очень быстро схватывают, любят это. И собаки делятся, ну, как и люди. Одни хотят себя показать и любят, а вторые стесняются, комплексуют. И собаки точно так же. И их надо дрессировать. У нас для этого есть площадка в Дортмунде. Владимир Мамай большую часть своей жизни посвятил братьям меньшим. На тренировочной площадке даже самые грозные четвероногие с ним никогда не спорят. Хозяева же прислушиваются к каждому совету профессионала. Движение кругом. Поплотнее, поплотнее обходят собаки. Любит очень собак. Очень любит собак. Собаки его тоже любят. Это даже видно по похлопыванию, понимаете. Вот он подойдет, собака сразу понимает, что это свой нежестокий метод дрессировки. Основы воспитания преподаются в любое время года. Животное, особенно крупное, должно быть готово к любой ситуации. Как в повседневной жизни, так и на выставочной арене. Движение кругом. Правильно давать команды учатся и владельцы. Ведь от того, как в той или иной ситуации поставит себя человек, напрямую зависит поведение собаки. Зачем мы делаем команду ФАС? Команда ФАС в процессе того, пока эта команда станет командой, навыком, она должна пройти какие-то этапы. Когда приходит щенок, подросток, или, ну как, собака не злобится щенком, ну вот там полтора года собаке исполняется, ее можно злобить, развивать в ней мужество. Вообще это проверка мужества и охрана там хозяина. Для чего мы это делаем? Чтобы собака была просто уверенная в себе. Уверенная в себе собака, она не будет зря ни на кого нападать. Почему на нас нападают дворняжки? Потому что мы их боимся, и они нас боятся. Эти собаки не боятся. Любую собаку здесь может любой человек подойти и погладить. Это те, которые злобятся в начале, и те, которые злобятся уже под конец. И, конечно, команда ФУ. ФУ, нельзя, дай, по-всякому ее можно произносить. Но это запрещающая команда, которая должна прекратить все действия, которые нежелательны для хозяина. Послушание дома, на улице или на очередной выставке – основа всему. Когда эта цель достигнута, можно начинать непосредственно готовиться к самой выставке. Ведь если для хозяев это гордость, то для кинологов это важный профессиональный момент. Все-таки мы кинологические организации, специализирующиеся на разведении высокопородного поголовья. То есть на выставку приглашается судья, желательно повыше ранга, знающий. Для чего? Чтобы он оценил наших собак, и мы могли развиваться в направлении улучшения породы. Пусть Ротвейлер, пусть Йорк, пусть Пекинес, пусть русская борзая, неважно. Но чтобы мы развивались, чтобы мы породу не теряли, не вязали, с кем попало. А как-то мы как-то росли в этом вопросе. Насколько породистой и умной не была бы собака, все равно. Но изначально она несет повышенную опасность для окружающих. Так же, как и автомобиль. Если вы видите, что идет машина, вы же не идете на нее в лоб. Точно так же надо уметь вести себя и собакой. И многие люди сами виноваты. Вообще, я считаю, когда случается ужасное случай, то виновата не собака. А виноват человек, который не сумел ее приучить, но учить и не умеет ей управлять. Как признается Галина Ивановна, по профессии она врач. Старейший кинолог Юга России по призванию. За свою долгую жизнь эта удивительная женщина воспитала лучших представителей многих пород. Но по-настоящему свое сердце отдала одной. Это шнауцеры. И сейчас со мной живет три собаки. Леля. Это Ризеншнауцер. Она чемпион. Она очень хорошая по характеру. И очень красивая. И два маленьких цверга. Это славные собаки, с которыми вообще нет проблем. Они мне продлевают жизнь. Их все любят. Никакой проблемы в доме нет. Хотя мы живем на третьем этаже. У меня четверо внуков. Уже даже два правнука. Собаки с ними живут очень хорошо. Крупные и мелкие. Косматые и голые. Шустрые и флегматичные. Каких только собак не встретишь. Например, терьеры живые, с сильным характером. Суетливые, своевольные. Они забавные и с ярким характером. У них сильный охотничий инстинкт. Гончие, дружелюбные, упрямые. Обладают сильным охотничьим инстинктом. Йорки. Нуждаются в постоянной ласке и внимании. Несмотря на малый рост, обычно это настоящие собаки. В большинстве своем они любят долгие прогулки. С такими краткими характеристиками пород обязательно нужно ознакомиться. А уже потом решать, кого взять к себе в семью. Крохот сверхпинчера или грозу всех кошек бульмастифа. Для того, чтобы заниматься собаками, нужна любовь. Нужна бескорыстие и ответственность за этих собак. И накормить, и полечить, и привить. Ну и получить адреналин, который представляет собой выставки. Сегодня в мире существует более 500 пород собак. Соответственно, можно выбрать собаку, подходящую практически любому человеку. Главное понимать, собака не просто домашнее животное, а настоящий член семьи, требующий уважения и понимания. Именно этому и учат нас специалисты-кинологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова